Ладно, начнем с самого главного, это кровь. Мозг питается, разумеется, кровью. Точнее, питается теми веществами, которые кровь приносит. У всех инсультников, что попадали ко мне, я специально три года проверял, у всех у них была свернутая шея. У всех у них были, так или иначе, бляшки и в сонных артериях спереди тоже, но сами по себе бляшки перекрывали кровоток на 30-40%, это считается немного, но вместе со свернутой шеей и нарушенным кровотоком, еще и по позвоночным артериям, все четыре артерии блокированы, и там уже нет ни компенсации, ни запаса кровотока, и именно поэтому делать тромболизис, где-нибудь там, наверху в голове, не так эффективно, как хотелось бы, потому что на подступах, на шее уже все четыре артерии и так поджаты разными факторами. И да, вы там дальше какие-то вопросы решаете, но общая ишемия мозга, она никуда не девается. В принципе, это особо не секрет, но с практическими врачами говорить на эту тему практически бесполезно. А вот для тех, кому надо реабилитироваться, вот с теми смыслами мел. Второе, густота крови. Есть такое понятие гематокрит. Ну, в общем, кровь это, грубо говоря, вода и форменные элементы, то есть клетки, но они, конечно, не твердые, ну, грубо говоря, так. И вот пропорция между вот этими вот клетками и всей массой крови, или просто баланс жидкости и твердого, ну, условно, твердого клеток, это и есть гематокрит. Все общие анализы крови на современных анализаторах в автоматическом режиме этот гематокрит всем выдают, считают его достаточно точно, это важный на западе показатель, у нас его игнорят начисто. Так вот, гематокрит свыше 45 процентов, риск инсульта растет, как на дрожжах. При гематокрите меньше 45 процентов никакой инсульт не развивается. У 100 процентов инсультников, которые мне попадали, гематокрит был 45, 46, 48, это при норме 35-40. То есть, грубо говоря, от объема крови треть это клетки, две трети это вода, это очень условно. И если вы думаете, что в анализе написана норма от 30 до 50, все это норма, то за границами этой нормы гарантирована смерть. Вот такая норма вас устроит? Нет? Тогда норма здоровья в два раза уже, или даже в три. То есть, нормальная кровь это 35-40 процентов гематокрита до 42, все что больше уже густая, она реально густая, и вы ни на каком узее это, разумеется, не заметите. Кровь должна течь по капиллярам. Вы знаете, что такое капилляр? Капилляр это трубочка, очень тонкая, размером с эритроцит. Эритроцит, клетка крови, кто не знает, посмотрите, очень интересно. В капилляре эритроциты выстраиваются в такую шеренгу, и идут, и там вот как вот эритроциты, вот чуть-чуть больше капилляр. То есть, эритроциты вдвоем склеятся, кровоток по капилляру будет нарушен. Эритроциты чуть-чуть эластичность потеряют, и где-то в каком-то капилляре, он может быть там слегка заужен, они бы так вот прошли через заужение, а уже не пройдут. И третье, это состояние кишечника. То есть, повторяем, да, сосуды, сама кровь, третье состояние кишечника, и печени, и почек. В общем, инсультники умирали от интоксикации, и умирают, я уверен, до сих пор. Не потому, что ему не сделали тромболизис, там уже кровоток мозга восстановили, но человек все еще лежит, повреждения все еще есть, оно его обездвиживает, и кишечник, при отсутствии движения именно тела, ну, там походить, там, там, не знаю, подвигаться, ну, в общем, что угодно, в общем, это по сути самомассаж идет, да. В таких условиях перистальтика угнетается. Она угнетается еще по сотне других причин, но без движения она угнетается уже наполовину, и все остальное еще половина. Лежатый человек, лишенный перистальтики, становится очагом инфекции сам для себя. Если вы не знали, то в просвете кишечника живет бактерии столько, что в любом туалете явно чище, потому что в кишечнике, помимо туалета, там есть еще и питание, есть еще и часть кислорода, который бактерии забирают у нас, и вообще кишечник это огромное поле, где иммунитет борется со внешней средой, то есть она внутри, а для иммунитета это внешняя среда, то есть просвет кишки внутри просвета кишки, вот, там, ну, такой рассадник, что вы себе не представляете, но в норме микрофлора, которая нам нужна, уравновешивая ту, которая нам не нужна, и та, которая нам не нужна, она проходит просто транзитом. Главное к стенке ее не подпустить кишки. В условиях гиподинамии нарушается иммунная защита, нарушается кровоток в кишечнике, нарушается вот это равновесие, и вы представляете, если, скажем так, мягко фекалии, да, попадут в кровь, насколько это проблема? Так вот, сами-то фекалии, конечно, не попадают, а вот часть токсинов в кровь попадает, все это, как бы это, опять же, помягче выразить, ну, короче, буду говорить, ладно, не буду говорить, в общем, все это попадает в кровь, опять же, первое, страдают капилляры, они на интоксикацию реагируют очень плохо, они теряют точность регулировки своего сосудистого тонуса, и где-то они зажимаются, где-то расширяются, в любом случае, тканевой обмен нарушается, это приводит к нарушению деятельности сердца, головного мозга, самого, опять же, кишечника, и если инсультника не очистить, и если он не встанет в течение трех дней, то будет это просто борьба за выживание, уже вторичная борьба, уже инсульт сам по себе, как триггер, уже его все забыли, уже с другим нужно бороться. Вторым по важности источником интоксикации являются легкие, точно так же, как кишечное содержимое, в общем-то, опасно и вредно, если долго стоит, долго, это больше шести часов, точно так же, содержимое легких постоянно нуждается в отведении, ворсинки, там, этого защитного эпителя, они постоянно гонят слизь вместе с бактериями, пылью и прочим, наружу, это должно либо отходить, оно либо сглатываться, либо отхаркиваться, если немного, то сглатываться. У лежачего происходят две негативные вещи, даже три. Застой крови в нижне-задних отделах легких, и хотя это кровь, но без движения, она ничего хорошего не дает, туда же стекает мокрота, и все это начинает, перемешиваясь и растя там патогенную микрофлору, все это начинает, опять же, идти в кровь, только уже конкретные бактериальные токсины. Кроме вертикализации можно сделать только, разжижить мокроту, всякие там, ну, все, что я про воду сказал, плюс ингаляции, нужно откашливать. Откашливать нужно, я бы сказал, любой ценой. То есть, ворочайте, как хотите, там, пробуждайте его, если он еще не в потере сознания, но чем раньше вы вылейте всю эту мокроту из легких, достанете, тем лучше. Это критически важно. Без нормального газообмена не работает ни гормоналка, ни тот же кишечник, потому что часть массажа кишечника, это работа диафрагма, если здесь застойные легкие, она просто не может работать, там будут просто спазмы все. Ну, вообще, если у человека удается хотя бы посадить, первое, что он делает, это кашлят и так озирается, так на соседей по палате, вроде как неприлично. Неприлично болеть там, где можно выздороветь и тяжело болеть там, где можно болеть легко. Вот единственное, что неприлично. Чем раньше вы изгнали мокроту, тем легче вам будет. Но только старайтесь слишком много не кашлять, чтобы не повышать внезречерепное давление. То есть, если голова не болит, а вы кашляете, выливайте все. Мы из людей доставали по полстакана всякого Г, после того, как их размачивали. То есть, сначала они воду пили, потом они на ингаляторах там сидели, день-другой, а потом из них как поперло и там на пеленке. Ладно, не суть. Но после этого был заметный прогресс, потому что качество газообмена это первый шаг к нормализации мозгового кровотока. Мы же не вечно в экстренке будем жить, лечить же будем, правильно? Бороться надо начинать с первой, я бы сказал, секунды. В борьбе тоже не все так просто. То есть, почему-то люди думают, что давление это зло. Но если вы спокойно так представите, что все четыре артерии поджаты и поэтому нарушается кровоснабжение, то вы поймете, что от чего давление это зло. Сердце просто пытается все-таки пропихнуть кровь в голову головного мозга. Мозг-то кушать хочет. Ему наплевать, что сосуды поджаты. Ему подай крови и все. Как через заужину трубку подать ну, жидкость, любую жидкость. Правильно увеличив давление. Надо диаметр увеличивать, не получается. Увеличиваем давление. У увеличения давления есть пределы. Выше 180 верхнюю границу повышать нельзя. Сосуды просто дуреют. Но если они сильно зажаты, то и мозг требует. В общем, ситуация на самом деле тяжелая, но давление это не зло. Давление это попытка скомпенсировать. Поэтому, если вы будете бороться с давлением, еще не дай бог сами, или если врачи иногда бывают молодые почему-то, хотя правда и опытные, нет единства, к сожалению, среди неврологов относительно давления. Хотя есть рекомендации, что давление нельзя снижать резко, а ниже 180 может его вообще не трогать в первые сутки. Но все равно каждый тянет одеяло на себя. В общем, давление это добро. Мы на давление стараемся не смотреть. Нам нужно обеспечить кровоток, обеспечить разведение крови и обеспечить очистку организма от токсинов. Параллельно с этим нам нужно обеспечить активацию больного настолько, насколько это возможно, чтобы все-таки вот это самомассаж и давление в животе повысилось. Нужно следить за мотивацией. К сожалению, мотивация у некоторых очень быстро гаснет, хотя еще есть все шансы, они, у меня не получилось. Три дня прошло, но не получилось и начинают там депреснячить. А депрессия плохо реагирует, точнее плохо влияет опять же на кишечник, да и вообще на весь мышечный тонус. Вот эти все вопросы нужно решать сразу. Начнем с самого первого. Это вода. Если инсультник пьет меньше двух литров, то жить он явно не хочет. Проблема в том, что у половины инсультников жажда как механизм отключается. Я не знаю, связано это с нарушением кровотока или до этого они так плохо к воде относились. Но вот наблюдение со стационара, да? Не хотят пить каждый второй. Каждый первый тоже не хотят, но хотя бы полторашку залить можно, а вторые прям отказываются. Либо выпаивать по чайной ложечке, если он тяжелый, либо объяснять, что ты либо пьешь двушку, либо у тебя проблемы, либо просто заливать. Но от психотипа отношений зависит. Вот опять же, если вы сами, допустим, себя вытаскиваете, то я говорю, что неважно хотите вы или нет, но двушку в день вы должны выпить. Двушка это минималка, это в спокойном климате, просто потому что часть идет в кишки, часть вы потеряете все равно с дыханием, часть вы потеряете с кожей, почкам останется не так и много. Два литра это минимум. Конечно, по-хорошему это три. Три литра позволяют почкам очищать кровь, кишкам сделать кал мягким и вывести, плюс вода сама по себе немножко активирует перистальтику и плюс тканевой обмен, он все равно идет через воду, вот, и обычно все попадают пересушенные, потому что гематокрит, допустим, 46, это у вас не просто в просвете крови, кровь густая, это значит жидкость, это всюду, это все, это все, она уже высосана и у вас тканевой обмен, он тоже нарушен. И это еще надо накачивать и там все это тоже очень долго происходит. С водой разобрались. Второе, еда. Ну, еда это вообще очень сложная тема, огромная, большая, потом буду отдельно разбирать, но крахмалом кормить точно нельзя. Крахмал перистальтику, если она была вялая, превратит в отсутствие перистальтики, потом по-слабительным будете бегать и слабительные тоже далеко не всегда работают. Крахмалом нельзя кормить, нельзя кормить макаронами, нельзя кормить там пюрешечками всякими, макаронками, вот, у меня трясло мелкой дрожжи, когда на стационаре видел, как родственники кормят вот этим водом. Я говорю, вы у меня лечащего врача вообще служить не собираетесь? Они такие, но он же хочет есть. Я говорю, а это еда ему мертвым грузом сразу за желудком ляжет, вам как это? Они такие, но он же зато не просит. Ну, вот такой подход, это способ просто убить человека. Либо, если вы родственник, то вам нужна часть уходовых процедур, по сути я описываю уход за больным, но детализированный и для конкретной ситуации. Если вы берете ответственность на себя по уходу, то желание больного, вы должны понимать, они искаженные. Больной, инсультник становится трехлетним ребенком, и это еще оптимистичный прогноз, что он трехлетним, иногда вообще годовалым, по уровню сознания и уровню контроля тела, я имею ввиду. Он может быть интеллектуалом сколь угодно много, но с контролем тела у него проблемы, воспринимайте его как трехлетнего, вам будет проще ему тоже. Если вы сам себя, допустим, вытаскиваете, вы должны понимать, ну, ваше восприятие искаженное. Часть мозга не работает, часть мозга работает неадекватно, и вы не можете доверять телу, к сожалению, вы довели тело до такого состояния, что сейчас вы ему доверять уже не можете, слушать надо было раньше. Теперь в только строгой дисциплиной физиологии. Так вот, крахмалом кормить нельзя. Чем кормить, спрашиваться? Это тоже большой открытый вопрос, но нам нужна клетчатка, чтобы слегка, так, поочистить кишечник, ну, хоть сколько-нибудь. Это значит, что, ну, там, допустим, хлеб со трубями, там, какой-нибудь, там, сейчас, бездрожжевые хлеба дают, то есть хлеб, в принципе, можно, но вот в такой форме, чтобы клетчатка там была. Вот, по овощам там всякие вещи, типа, там, огурцов, помидор, салаты, то есть, часть клетчатки есть, часть жидкости есть, соли есть, вроде жуешь, вроде интересно, такие вещи давать можно. Горохи с капустой и все вызывающие газообразование давать тоже нельзя, кишечник не справиться, то есть, выбор продуктов, он такой достаточно скромный, то есть, если человек жует, если с жеванием все нормально, и хоть сколько-нибудь двигается, то всякое там мясо, рыбу можно, нормально какие-нибудь овощные салаты можно, по сути, запрещены только те, что вызывают газообразование и конкретный галийный крахмал, картошка, макарон и белый рис. Допустим, уже коричневый рис можно, есть много всяких сортов риса. Какие-нибудь там овощи, надо подумать, брокколи, какие-нибудь всякие, вот такие вот капусты, кукуруза, например, почти не вызывает газообразование. В общем, подумайте сами по вкусу, по меню, сообразите. Стул. Почему-то на стул всем, разумеется, плевать, все же за мозги, за мозги, а вот то, что кал у него в кишечнике лежит и вызывает интоксикацию, это как бы никто не думает. Так вот, выведение кала нужно обеспечить в первые сутки, и если человек хоть сколько-нибудь в сознании, то всеми доступными методами. Но перед этим его, разумеется, надо попоить, чтобы, как вам объяснить, ну короче, когда воды дефицит, организм выжимает воду везде. Он дает кишке задачу всасывать любую каплю воды, сколь угодно грязную, но только выжать. И кал превращается из мягкой массы просто в камень, причем я не шучу, он натурально в камень превращается, и можно, не знаю, на пол его бросать, он разобьется. Если вы уже имеете как бы представление, то часть вообще камень, часть помягче, часть наверху жидкая, потому что кишка уже не справляется. То есть вот так вот, все это надо выводить. Если вы не выведите, вы получите инфекции, интоксикации, часть воды будет скована, но я уже объясню, к чему это приведет. Если вы человека поете, то вообще-то кишка может активироваться и сама, ему захочется пойти в туалет. Опять же, я не могу, допустим лежит, я не могу, я не могу при всех, я не могу вудку. Я пробовал относиться к таким больным мягко, вообще бесполезняк и утопия. Уговаривать бесполезно, надо говорить конкретно, ты жить хочешь? Хочу. А ты жить хочешь, чтоб перспектива на полное выздоровление, или как получится? Ну на полное, но если на полное, тогда давай там продукты обмена выводи. Вопросы можно решать по-разному, можно попытаться отвезти в туалет, если может, можно как-то там уговаривать, куда-то там вывозить, допустим на каталке иногда так делали, там в какую-нибудь ту же клизменную или куда, чтобы там, если лежачий, допустим делал. В общем, придумайте сами, я не буду вдаваться в детали. С водой разобрались, кал вроде бы вывели, с питанием туда-сюда. Если есть не хочет, то не кормите. 5 дней голода еще никого не убили, потому что обычно есть лишний вес, есть какой-то жир, его как-то можно переработать. Ничего страшного, лучше пусть кишечник будет пустым, но выводите оттуда все содержимое и промывайте кровь через почки. Вот это лучше, если не просит. Если просит, то не перекармливайте. У некоторых просыпается жор, ну будьте разумны, если допустим за раз была порция вот такая, а просит вот такую, то это явно перебор и нарушение мозговой регуляции. Так, с этим разобрались, вот только после этого имеет смысл работать с кровоснабжением с сосудами. Работать с кровоснабжением можно, начиная с валика. То есть, как я начинал? Я брал валик, скрутил его из подушки, ну сейчас можно приобрести там, в общем, валик под шею. И чуть-чуть, так легонечко, так подтягиваешь за шею и просто оставляешь на валике. Вообще, самая первая версия была прикольная, то есть, я брал подушку, подгибал нижний край, а под затылок делал углубление под затылок. В итоге получается, сейчас ортопедические подушки так делают, то есть, валик, а здесь небольшая площадочка такая под головой. Я оставлял минут на 10. Вытяжение шеи через валик, при условии, что кровать нормальная, не вот такая, не прогнутая. Горизонтально обязательно, если не понимаете про что я говорю, спальное место, посмотрите видео, там все сказано. Так вот, горизонтально, значит, вытяжение шеи через валик уже активирует кровоток. И, допустим, для некоторых это означало, что он не мог двигать пальцами, а теперь кончиками уже может. Вот. Ну, само по себе, конечно, такое действие больше психологическое. Но вдохнуть мотивацию ближайшего, это тоже важно. Конечно, были те, у кого часть нейронов уже просто погибла. И тогда надо понимать, что часть нейронов, если она уже умерла, восстановление кровотока их не оживит, они погибли, все. Но есть ядро погибших, есть огромная зона, называется ишемическая полутень. Это там, где нейроны могут выжить, а могут и не выжить. Чтобы они выжили, им нужно постепенно, по чуть-чуть подать кровоток. И лекарства, конечно, важны в этой ситуации. Там всякие метаболики и, допустим, тот же тромболизис, про который я говорю, он тоже нужен. Другое дело, то, что нужно еще и работать и с поступлением крови через шею. То есть, вот с этими блокировками нужно что-то делать. Расслабление всей мускулатуры и вытяжка через валик. Кровоток заметно увеличивает. Это видно по ушам, по кончику носа, просто по цвету лица, по активации. Кто-то говорит, что у меня зрение становится прям ярче. Хотя мы всего лишь положили человека на валик и слегка потянули один раз. Так вот, все эти мероприятия, вот за ишемическую полутень, они ведут борьбу в сторону превращения ее в нормальные нейроны. В работающие, в живые. Если они не сильно повреждены, они отремонтируются. Как вообще работает активация, допустим, движений? Всем же движения интересны? Часть нейронов погибла. Вокруг них вот эта ишемическая полутень реализовалась. Либо в часть еще погибла, часть все-таки проснулась вроде бы. Работает, но работает плохо. И контроля за движениями нет. Но, если решить вопросы с кровоснабжением, часть погибших нейронов функция переходит на их соседей. Почему это так важно? Соседи себя ремонтируют, там дырки в клеточных мембранах залатывают, как-то там митохондрии новые отращивают. В общем, активируются. И начинают работать. Эти процессы могут длиться очень долго. Начинают работать, начинают часть заново обучаться, часть перераспределять функции, часть просто проверять там все свои связи, это же огромная сеть. И в сумме, если мышца к этому моменту еще не в хлам, кстати, мы поговорим про это. Вот у человека не было движения, вот у человека движения появились. Но, опять же, мужчина, женщина, без разницы. Есть более целенаправленное воздействие на кровоток. То есть, вообще, были пациенты, которых я правил прямо лежачих, прямо их просто привозили, этих, ну, инсультных. И родственники ко мне обращались, уже знали, что я в этой больнице работаю, там чего я делаю, чего не делаю. Они приходят и говорят, слушай, давай все как надо, нам быстро надо вернуть человека к работе, потому что мы уже там знаем, что такое инсульт. Я говорю, хорошо. Ну, разумеется, разрешение на это я не получал. Мы берем, применяем мануальную терапию, выставляем шею, выравниваем. Назначаю я, значит, человеку постоянные вытяжки, постоянные ЛФК по моей методике, там, ну, с медсестрой не договаривались. Вот, родственники соблюдают все мои рекомендации, через 2 недели мужик ушел на работу. У него срок госпитализации 3, его привезли на каталке, через 2 недели запросился на работу. Да, у него слегка заплетался язык, да, у него были проблемы с координацией руки. Но из лежачего мы его превратили в ходячего и дееспособного. Почему? Время. Его быстро привезли на стационар, мы все сразу начали делать как надо и мы выполнили все, что я говорю. Вот, смысл не в том, что я это говорю, смысл в том, что я говорю только то, что работает, то, что много раз проверено. То есть мы применили все, что мы могли на тот момент, ему, в принципе, хватило. Из-за его перспективы я не переживаю. Вот, это прям кто вот именно быстро. Вот, были еще там достаточно много людей, но они, кто-то промахивался в сроках, допустим, поздновато привезли. Кто-то несколько дней не понимал, что такое, например, очистка кишечника и причем здесь вода, у нас же головной мозг и кровь. Ну, в общем, вот на таких вот несостыковках реабилитация затягивалась на месяцы, но перспективы были хорошие. И были люди, которые... Теперь про медикаменты. Кровь разжижать, помимо воды, вода это просто растворитель. Разжижать кровь, вообще-то, разжижать, это значит добавлять растворитель, то есть пить. Вот, хотя вообще-то, когда говорят разжижать кровь, имеют в виду борьбу с тромбами. Борьба с тромбами, там подробно описано, медикаменты все есть. В общем, эти медикаменты нужны обязательно, не вздумайте от них отказываться. От этого тоже может зависеть жизнь. Дальше, метаболики. Всякие разные, метаболики тоже нужны. Я не спорю с метаболиками, я спорю с тем, что люди в них верят, как будто они сами по себе что-то решают. Если артерии поджаты, они туда просто почти не доходят, в мозги. Или доходят, но не столько, сколько надо. То есть, метаболики нужны, вы решите все вопросы вот эти уходовые, а потом будут работать лекарства. Они работают. Там церебролизин вот этот всякий, допустим. Хорошая штука. Особенно в рекомендованных производителям дозировках, вообще нормально. То есть, к медикаментам никаких вопросов. Да, они нужны. Но, сами по себе, это от силы треть эффекта. Все остальное, это уходово-реабилитационное мероприятие, про которое, собственно, речь. В общем, все, что там врач будет назначать, пусть назначает, все нормально. Слабительные есть разные, но эффект должен быть достаточно быстрым. То есть, все, что я сказал насчет очистки организма, это достаточно срочно. Зачастую больные уже поступают на скорую с клиникой. Ну, короче, просрался и выздоровел. Я бы сказал это так. То есть, они уже поступают в недостаточности жидкости, они уже поступают с интоксикацией, а само нарушение кровоснабжения настолько незначительная доля тяжести, что когда человека промывали и корректировали ему давление и, ну, что называется, реологические свойства крови, его, в общем-то, отпускало. Из чего мы делали вывод, что дело-то оказывается не совсем в тромбах, и кровоснабжение мозга, конечно, важно, но и другие части тела важны. И оставалась там какая-то незначительная клиника, нарушение движения в кисти чувствительности, а потом больной приходит полностью в сознание, так, ну, уже склонен, разговаривает через недельку и говорит, да я вот с этим нарушением 2 года живу. И мы такие, подожди, то есть, 2 года назад у тебя был микроинсульт, а сейчас ты приехал на скорость только потому, что ты себя запутываешь в патологии. Диабет, какая-нибудь там сердечная, там еще какая-нибудь, не дай бог, недостаточность, и все остальное, про что вы должны знать, то, что хроническое. Корректировать – это, опять же, забота либо самого больного, либо родственников. Потому что сколько раз, допустим, диабетик сидит и виноградку закидывает себе по одной, а он в инсультном отделении. Вот, прихожу я, допустим, говорю, а что вообще происходит-то? Нельзя же, виноград вообще никакой, он сахар поднимает до небес. Ну, типа мне хочется, и еще там чего-то там, и начинает что-то юлить, я вызываю терапевта, терапевт приходит и чуть ли не матом, типа вы что, типа вообще края попутали, берегов не видите, вообще вытворяете. А терапевта на стационаре знали, как бы ее уважали, и начинают как дети себя просто вести. Любая хроника сильно корежит обмен веществ, любая хроника должна быть скомпенсирована столько, насколько это возможно. Если вы думаете, что у вас появилась какая-то динамика, теперь вы можете себе позволить все что угодно, но я вас разочарую, вы потратите свою собственную перспективу на выздоровление, вот и все. Дальше. Допустим, что умирать кто-то передумал, да? Допустим, настроились на выздоровление, даже пошел хоть какой-то минимальный прогресс. Самое главное, чего делать нельзя, нельзя качать силу. Я вообще не понимаю, почему все клянятся на силе, но при чем здесь сила? Нужно, чтобы движения А были, Б были точными. И только потом сила. И если у вас есть точность движений, упражнение вот такое одно из, то сила у вас будет. Но если у вас не будет точности, то ваша сила превратится в спастику. Знаете, что такое спасти? Когда руку вот так вот сковывают, и ногу, и все. И вообще невозможно из этого состояния вывести, потому что нейроны, когда они поштучно включаются, они когда работают вместе, они уравновешивают друг друга. Вот рука мягкая, хочу напрягая, хочу расслабляя. Когда они включаются там буквально по одному в эту сеть, им нужен, ну точка отсчета им нужна. Нельзя качать силу, вообще забудьте, если вы сейчас качаете, вообще бросьте, это очень плохо. Это просто приводит к спастике и все. И это не колея, из которой нельзя выйти, это просто шаблон мышления. Первое, что нужно делать, это загружать мозг чувствительностью, чувствительными импульсами, пассивное движение. То есть лежит, допустим, больной, и, либо здоровой рукой, допустим, больную начинает во всех суставах имитировать все движения, в каждом суставе, насколько это возможно. Ну вот я показываю, да? Вот, допустим, там вот, пальцами он поработал, вот так он поработал. То есть каждый сустав во всех степенях свободы, насколько это возможно. Поза при этом должна быть прямая, если лежишь, значит, прямо. Если сидишь, значит, прямо, никаких подстроек под больную руку. потому что все, что вы делаете для нервной системы, а я говорю, она сбросилась на детские настройки, для нервной системы это образец. Вы вот так вот делали, она вот так запомнит, вы потом так ходить будете, это ведь не шутки. И все, тело полностью, то есть во всех суставах, весь объем движений строго пассивно. Отрабатываете, да, ну там, соответственно, плечо, то же самое с ногой, вот, кое-какие даже можно скрутки корпуса поделать. Тратить на это время нужно, ну, как я говорил, по три-четыре захода, по нескольку минут, хотя бы. Больше можно, меньше трех заходов нельзя, потому что если вы делаете один раз в день, этого мало, мозги не запомнят. Вы активируете все вот эти вот связи сначала пассивно, в чувствительном режиме, это помогает нейронам интегрироваться. Только потом можно пытаться делать что-то самому, но, опять же, приоритет точность. Нет точности, не делай. Несколько раз попытался, чувствуешь, уже все, заходила рука там, затрясло, бросаешь. Вот это упражнение, кстати, на координацию, то есть, допустим, лежишь там какую-нибудь, не знаю, там, точку на стене, видишь и пытаешься достать до нее кончика пальцев, кончиком. Вот такие вот, вот, вот случайно, вот такие резкие точки не засчитываются, то есть, ты конкретно берешь и попадаешь. Важно не попадание, важны попытки. И, если ты осознанно, то ты понимаешь, что, в общем-то, каждый день вот эта амплитуда вот этих вот, 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 колебаний, вот она вот уменьшается, и у тебя растет точность. Вот, если люди честны с собой, они замечают за собой, что сила-то тоже растет и успокаиваются, что, ну, ладно, сила растет, все, занимаемся точностью, доктор молодец, нас никто не обманывает, все боятся быть слабыми, но закованными в спастику не боится никто. Но многие, к сожалению, туда приходят, и вот из спастики достать уже очень сложно, ну, я бы сказал, что практически невозможно, если она грубая. Но и само туда скатится. Дальше. Насчет точности. То есть, упражнений может быть очень много, но все они строятся по принципу, вижу цель, веду туда руку, вижу цель, веду туда ногу. Можно же и пальцем ноги аналогично делать. Схема была бы неполной без перекрестных движений. Поэтому, когда вы подзагрузили пассивными и чувствуете, что, ну, какие-то движения у вас активировались, движения должны быть еще и сочетанными. Сочетанными, ну, как сочетанными, вот, зеркальная симметрия, полное соответствие, и тоже в пассивном режиме, но уже движения вместе. И идет активация перекрестных связей. Там, мозолистое тело соединяет полушария, там, зеркальные нейроны, все дела. Строго сопоставили и начинаете двигать. Ощущения от, ну, условно здоровой и от условно больной сторон в мозгу складываются, и они уравновешивают друг друга. Аналогично после пассивной фазы, ну, я говорю на все тело, там, руки-ноги, придумайте сами упражнения. Аналогично движение. То есть, вы можете уже активно, уже самостоятельно пытаться как-то что-то делать, и, разумеется, больная сторона будет не давать вам это делать. Но, если вы стремитесь к точности, то вы замечаете, что с каждым днем прогресс потихоньку есть. Ну, потихоньку, это значит, что для кого-то две недели, а для кого-то полгода до восстановления. У всех свое потихоньку, к сожалению. То есть, схема пассивная, мало активных, но точная, и много активных, точные. И никакой усталости уставать запрещено. Для пораженной стороны, и параллельно с этим вместе пассивные, вместе активные, вместе много активных. И вот на первый месяц самых вот таких вот экстренных мероприятий, я бы еще сакцентировал внимание на том, что важен сам корпус и шея. Больше, чем конечности. К сожалению, очень многие пытаются под конечность как-то подстроиться сразу. Нет, под конечность подстраиваться нельзя. Вам нужен позвоночник, если вы хотите иметь перспективу на полное выздоровление. Если вы перекосите опорные точки, то у вас не будет нормальной работы в мускулатуре, вы не восстановите кисть. Например, если цель кисть, да? Если у вас будет спина и рамка между плечами, вертикалью и плоскостью таза, и это будет похоже на прямоугольник, а еще если шея попрямее, то вот это да. Это и кровоснабжение, это и адекватная система управления. Вы допустите перекос, у вас будут боли в спине. Вы что думаете, у инсультников спина не болит? У инсультников спина болит так, как ни у кого другого, потому что ты перекосился, тебя спастика зажала, и вот с этим спазмом ты уже таблеточками не разберешься. Поэтому, если у вас есть время, то вытягивать позвоночник важно не только шею, но и весь. В чем проблема положить его на три валика и заниматься, как я в видео показал? Проблем никаких. Если больной уже не экстренное в сознании, просто вас выписали из стационара, в чем проблема заниматься на струне? Нет таких проблем. Это нужно, это дает эффект. Ну, хотите эффекты? Попробуйте. Отвес. Чем раньше, тем лучше. И самостоятельные движения должны быть прямыми. По возможности не давайте больному палку. Лучше будет, если вы дадите ему два нормальных современных костыля. Потому что палка это... И если вы думаете, что он будет ходить прямо, он ничего не будет, он на нее обмякнет и все. Уже завтра энтузиазм кончится. Так было вообще у всех. То есть, нужна опора, лучше два больших нормальных костыля. Если много опоры не надо, тогда вот эти вот, такие, как они, каталочки такие, впереди себя. Но на две руки и строго симметрично. И встать человек должен полностью прямо и желательно еще и в стойку, как у стены. Если этого сделать не может, значит, надо добиваться. Если может, ну, тем лучше, значит, перспектива есть. Вся сложная, детальная реабилитация по микродвижениям, там, по всяким диагональным связям, по мышечным длинным цепочкам, вся полностью зависит от того, при включении нейронов обеспечите ли вы вертикаль позвоночника или не обеспечите. А вот если вы обеспечили, это хорошая база. Потом имеет смысл заниматься с кинезиологами, реабилитологами, массажистами. Куча профессий. Если в первый месяц больного уже перекосило, то вы очень много потеряете. Поэтому, если есть у вас время, лучше бороться сразу. По массажу отдельно. Часто спрашивают, в принципе, почти все из родственников спрашивают, а вот его надо мять. Вы понимаете, пассивные движения в суставах, это и для мозгов, и для суставов. Пассивные движения, они и для мышц тоже. Мышцы испытывают растяжение, сжатие слегка. И, в принципе, она качает через себя кровь в пассивном режиме. А вот именно мять, если вы рассчитываете лимфу, допустим, выгнать, то это очень неэффективно, зато очень затратно для тех, кто это делает. Если у вас есть возможность, то да, вы носите массаж как метод, хуже не будет, в принципе, будет даже лучше. Но если вы, допустим, там одна или один, обеспечиваете все это, так тоже часто бывает, то я бы не стал тратить на это силы. Если есть кого-то нанять, наймите сами. Ну, зачем? Вы займитесь лучше пассивными движениями. Все цели как надо. Тело создано двигаться. Вы массажем не решите вопросов. Вы лучше смоделируйте ситуацию так, чтобы человек встать захотел или смог. С опорой на двух человек, там, с каталкой. Но он стоит, у него легкие дышат вертикально. Мокрота стекает с заднего отдела вниз, а потом ему хочется кашлять. Кишечник наконец-то получает подвеску, он ведь на связках висит. Такую, какую надо, и наконец-то активируется. Ну и все, вниз стекают продукты выделения. Вот что важно. Вот за это реально стоит бороться. А вот эти всякие массажики, это просто на слуху. Опыт не подтверждает их эффективности. И мотивация. То есть, если, допустим, палаты были мои, то я создавал атмосферу, что тот, кто хочет лечиться, тот лечится. А вот, а кто не хочет, это его проблемы. То есть, иногда я это высказывал даже вслух. Это дело с конкретной целью. Потому что, если, допустим, там было 3-4 инсультника и часть хондрозников, ну, со спиной, то те, кто со спиной понимали, что их проблемы по сравнению с инсультом детски лепят. И это давало им как-то, ну, как будто требование, что выровняться вроде бы. А инсультники понимали, что, в принципе, если мы все вместе тут как-то обмениваемся опытом, ощущением, то нам легче. И в сумме вроде бы как бы народ оздоравливался. Но если позволить в палате быть каким-то негативщиком, или тяжелобольным, просто умирающим, боевой дух падет. А, ну, я не сторонник говорить, что это прям борьба с недугом. Но, с другой стороны, это и борьба. Но борьба не война, а борьба контроль. То есть, борьба за контроль, если конечность тебя не слушается. Это, в общем-то, борьба и настроение соответствующее. Почему я говорю боевой дух, да? Ну, в общем, за атмосферой в палате надо как-то следить. Если вы можете попасть, допустим, в хорошую, то попадите. Вот, если вы можете попросить перевода, вот, допустим, сильно тяжелобольных, где видно, что, ну, перспективы нет, попросите. Потому что присутствие какого-нибудь там срывающегося дыхания по диагонали, как у нас палаты были шестиместные, тут перспектива нормальная, а по диагонали брошена родственниками бабушка 80 лет. И некуда переводить. Ну, разумеется, у той, у которой я оцениваю перспективу через месяц, она уже пойдет сама, без опоры, а она себя начинает просто закапывать. Ну, потому что, ну, биология так работает. Ты смотришь на смерть, видишь смерть, смотришь на жизнь, видишь жизнь. В хорошей палате с хорошей атмосферой у меня восстанавливаются даже те, кто вообще, вот, я бы, допустим, ну, перспективы даже бы вроде бы не дал. Ну, то, что, ну, я, конечно, молчал об этом, но я про себя вот оцениваю, думаю, ну, что-то все очень плохо. А потом раз, родственники взялись за очистку, что-то там еще поделали, там, вроде кровоток попер, вроде раз, и тело проснулось, а потом раз, из комы выходят и говорят, слушай, я что-то так порешал, тут, короче, много задач, я упустил, сейчас бы все их решим. И начинают решать, 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 раз, и уходят под ручки, а привозили на каталке без сознания. Поэтому я, конечно, никаких прогнозов не строю, и не строил особо, и уж тем более не высказывал. Вот, я описываю только объем работы. Вот, к сожалению, элемент непредсказуемости во всем этом тоже есть, и от этого не уйдешь. Бывало, что родственники вкладывались по полной, и вроде бы и больного, и мотивация, и все. Бывало, что не получалось. Прям совсем иногда не получалось. Иногда не получалось так, как хотели. Мы знаем не все.